Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Липы, как символ супружеской любви, в Самаре в день отца в парке Гагарина заложили новую аллею. Овсяные хлопья бьют рекорды. Из-за снижения урожая овса стоимость геркулесовой каши выросла в 4 раза. Об этом подробнее в новостях экономики. В общественном транспорте Самары продолжают бороться с нарушителями масочного режима, где сегодня проводился рейд и много ли составлено протоколов. Домашнее тепло в обмен на любовь. Жители Самары в выходные могли забрать животных из приютов. Многодетные семьи получат дополнительные льготы. На сегодняшний день в них нуждаются более 2000 социально незащищенных граждан. На еженедельном совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили ход реализации нацпроектов демографии и здравоохранения за прошедшие 9 месяцев. Особое внимание власти города уделили детям, сиротам и оставшимся без попечений родителей. Какие еще вопросы обсудили в мэрии Самары, расскажет Ольга Павлова. Новая жизнь, новые льготы. В этом году на поддержку многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направили более 36 миллионов рублей. В целях повышения рождаемости на территорию города власти Самары предоставили сразу 9 дополнительных мер поддержки в рамках ведомственной программы «Самара социальная». К примеру, это ежемесячные выплаты на оплату жилья нуждающимся семьям. Это единовременная выплата на установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения. Это единовременное пособие при рождении близнецов. Особое внимание детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Своё законное право на жилье в этом году обрели 133 человека, достигшие возраста 18 лет. Масштабные работы ведут и в рамках нацпроекта здравоохранения. В Самаре продолжаются прививочные кампании против новой коронавирусной инфекции и гриппа и проводится плановая диспансеризация населения. В основном она прошла в летний период времени, когда у нас не было такой вспышки, как сейчас, по коронавирусу, не было ещё вакцинирования по гриппу. И все усилия были медицинских организаций направлены на выполнение плана по диспансеризации. Поэтому мы на сегодняшний момент уже 94% и выполнили. Обсудили на еженедельном совещании в мэрии и вопрос о ликвидации несанкционированной лоточной торговли. Жителям города в очередной раз напоминают – стихийные рынки вне закона. Зачастую нелегальные базары возникают на одних и тех же участках – вблизи жилого фонда и остановок общественного транспорта. Являются источником мусора, шума и занимают значительное пространство, предназначенное для прогулок. Глава Самары Елена Лапушкина распорядилась ежедневно мониторить ситуацию, связанную с несанкционированной лоточной торговлей, и проводить рейды, а также следить за тем, куда вывозятся киоски после демонтажа. Мы же понимаем, что они где-то появятся, эти киоски. Поэтому контролируйте, уточняйте, куда они везут и проверяйте. Ежедневно специалисты составляют десятки протоколов на организаторов несанкционированной торговли. Материалы проверок рассматривают административные комиссии и на нарушителей налагаются штрафы. Рейды по выявлению незаконной торговли проводятся регулярно во всех внутригородских районах Самары. С января по август 2021 года на нарушителей было составлено 1662 протокола. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Министром социально-демографической и семейной политики Самарской области назначена Регина Воробьева. К новым обязанностям она приступила с 18 октября. До последнего времени занимала пост заместителя главы ведомства, руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства. Регина Воробьева трудовую деятельность начала методистом в Центре социализации молодежи, является автором более 50 публикаций, посвященных проблемам организации развития детских и молодежных общественных объединений. За сутки в Самарской области зафиксировали 915 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе с начала пандемии – 117 994. Такие данные в понедельник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 432 человека, а всего с начала наблюдений из больниц выписали 92 761 пациента. Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Самаре остается напряженной. В общественных местах города ведется ежедневный контроль по выявлению нарушителей масочного режима, в том числе и в транспорте. Большинство пассажиров необходимые меры соблюдают. В очередном рейде принял участие наш корреспондент Максим Магомедов. В понедельник проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте начали с крупного пересадочного узла возле автостанции «Аврора». Участники рейда заходили в автобусы и трамваи и предлагали пассажирам без средств индивидуальной защиты надеть маски. В случае отказа нарушители обычно выводят из салона и составляют протокол. Сумма штрафа при этом доходит до 30 тысяч рублей. Массажиры в общественном транспорте должны носить средства индивидуальной защиты. То есть, войдя в салон автобуса, трамвая, троллейбуса или зайдя на станцию метро, нужно, чтобы на лице была маска, чтобы она прикрывала нос и рот. Коронавирус этот никак не отступает, поэтому все требования надо соблюдать. Нужно обеспечивать вакцинирование и нужно носить маску, чтобы и самому не заразиться, и других людей не заразить, особенно в транспорте. Житель Самары Александр внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в городе. Говорит, ему напоминать о необходимости надеть маску в общественном месте не нужно. Я всегда использую маску в общественном транспорте, на улице, в магазинах, везде, где я нахожусь, в общественных местах. Думаю, это довольно важно в нынешней ситуации, так как уже около 800 человек в день заражаются. И в транспорте, и везде может быть опасность. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции перевозчик принимает все необходимые меры. Перед выходом на линию салон общественного транспорта обрабатывают дезинфицирующими средствами. Обработку проводят также и в течение дня. Ее выполняют мобильные бригады. В ежедневном режиме мы проводим инструктажи с нашими экипажами, водителями, кондукторами о том, что необходимо надевать защитные средства в транспорте и напоминать об этом пассажирам нашим. Когда вы заходите в общественный транспорт, необходимо в первую очередь надеть защитные средства, потом уже приобрести билет. Работа по выявлению нарушителей масочного режима в Самаре ведется ежедневно при участии Департамента транспорта, представителей перевозчиков, добровольной народной дружины и сотрудников полиции. В течение последней недели на пассажиров общественного транспорта было составлено 16 административных протоколов. За год выявили почти 400 нарушителей, а с сентября прошлого года – более 500. Прошедшим вакцинацию пассажирам еще раз напомнили, что наличие сертификата не освобождает их от соблюдения масочного режима. Максим Магомедов, Константин Головин. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана и уважаемые телезрители. Стоимость овсяных хлопьев бьет все рекорды. С чем это связано? Со снижением урожая зерна килограмм геркулеса сейчас стоит более 80 рублей. Расскажу подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 19 октября – 71 рубль 17 копеек. Евро – 82 рубля 45 копеек. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 85 долларов 70 центов за баррель. Из-за снижения урожая овса цена хлопьев для геркулесовой каши, которой покупает почти половина россиян, бьет рекорды. Уже два месяца один килограмм стоит в магазинах более 80 рублей. В августе средние розничные цены на геркулес – речь идет не о торговой марке, а о типе продукции – очищенных и обработанных зернах овса – составили 80 рублей 50 копеек за один килограмм. В сентябре цены вновь выросли. Овсяные хлопья подорожали почти до 81 рубля за один килограмм. Эту планку цена на хлопья для геркулесовой каши преодолела впервые за историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 года. Подорожал не только геркулес. Цены на овсяную кашу в магазинах, включая овсяные хлопья быстрого приготовления, выросли в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% до 94 рублей за один килограмм. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31 200 рублей. Кроме того, с 1 февраля проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%. Его размер составит 19 981 рубль. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный до 31 282 рублей. Это следует из заключения счетной палаты. В настоящее время минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный 29 600 рублей. Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составят 169 миллиардов рублей. Названы города, в которых доходнее всего сдача жилья в аренду. Эксперты проанализировали цены на жилье и на аренду в 70 крупных российских городах. При расчетах было условно принято, что квартира двухкомнатная и сдается без перерывов. Не учитывались другие расходы владельца, например, на ремонт и налоги. Выяснилось, что самые доходные квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле – 9,5% годовых. Купленное для сдачи в аренду жилье окупится всего через 10 лет. Ненамного ниже доходность в Магнитогорске – 9,2%. От 7 до 8% годовых принесут квартиры в Мурманске, Грозном, Архангельске, Череповце, Тольятти, Волгограде и Челябинске. Их окупаемость от 13 до 14 лет. Самое низкодоходное жилье в Сочи. Там цена покупки выросла за последний год так, что аренда будет покрывать ее почти три десятилетия – 28,5 лет. А доходность составит всего 3,5%. Москва заняла второе место с показателями 3,7% и окупаемостью 27 лет. А Санкт-Петербург – седьмое с показателем 4,5% и окупаемостью 23 года. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В Самаре заложили аллею отцов. В минувшее воскресенье волонтеры и активисты высадили саженцы лип в честь первого в истории России Дня Отца. Праздник учредил президент России Владимир Путин. Как чествовали пап в Самаре, расскажет Гульфия Сафина. 13 молодых лип украсили один из крупнейших парков города, носящего имя первого космонавта Юрия Гагарина. Это будет аллея отцов, которая заблагоухает липовым ароматом уже ближайшей весной. Дебют всероссийского праздника – повод создать что-то на долгие годы, рассказывает отец строительственновей Денис Крайнов. Так же, как и другие участники Союза отцов, он ждал учреждения праздника на федеральном уровне с большой надеждой. Ну, есть же у нас поверие такое, да, посадить дерево, вырастить сына и построить дом. У меня трое детей, у меня три сына. Ну, а сейчас, когда День Отца стал официальным днем, когда его утвердили, наконец-то, хочется заложить, так сказать, что-то значимое, чтобы эта ценность сохранялась как у нас, так и у наших детей, и они это прививали своим детям. Так складывается у нас в стране отцы и мужчины достаточно скромны, и они делают дело молча, спокойно, профессионально, и не всегда об этом громко говорят. Я думаю, это вот точка внимания в День Отца, когда об этом можно заявлять и говорить о героях в настоящее время, потому что они были, есть и однозначно будут. На этом стоит и Россия, и в том числе и Самара. Это самый молодой праздник страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о его учреждении буквально три недели назад. Теперь День Отца будут праздновать каждое третье воскресенье октября. Липы выбраны не случайно. Эти деревья – древнейший народный символ супружеской любви и рекордсмен по выделению кислорода. Это дерево красиво, прежде всего, да. Прекрасное цветение, прекрасные ароматы источает. Да почему бы нет, почему бы не липы. На самом деле этот год грандиозный для пополнения зеленого фонда всех парков, входящих в наши учреждения. Отцовские липы пополнили рекордное число высаженных саженцев в парках Самары. Впервые их количество превысило тысячи за год. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В понедельник 18 октября в Самаре из-за прорыва на теплосетях будет ограничено движение транспорта по улице Новосадовой в районе пересечения с улицы Шмидта по направлению в город. Об этом сообщили в Минтрансе. Ограничения будут действовать с 14 часов дня до завершения работ. В связи с этим горожан просят заранее планировать свой маршрут. В Самаре пройдут работы на водопроводных сетях. Из-за этого ряд домов в областном центре останутся без холодной воды. Ограничения коснутся жителей промышленного, октябрьского, советского и железнодорожного районов. Так, 19 октября воду отключат в домах номер 137, 139 и 141 по улице Революционной. А также в доме номер 47 по улице Мариса Тореза. Ремонтные работы стартуют в 9 утра и завершатся в 5 вечера. Кроме того, с 9.45 до 13.15 холодной воды не будет в домах номер 315 и 317 по улице Новосадовой и в доме номер 4 на Силовой. В этот же день отключения коснутся с 9.30 до 17.00 организаций на профильные 6, Мальцево 9 и ближний 5, а также четных домов по улице Профильной и поселка Мясокомбинат. С 9 утра до 5 вечера 20 октября отключение запланировано в доме 24 по Новосадовой. И с 9.30 до 11.45 в домах номер 124, 126 и 128 по Московскому шоссе. 21 октября с 9.00 до 17.00 ограничение коснется дома номер 11 по Мяге. С 9.45 до 13.15 дома 122 по Авроре и домов номер 30 и 30А по Артемовской. В субботу в промышленном районе произошло ДТП с участием 25-летнего водителя автомобиля Лада Приора, ехавшего по улице Новосадовой со стороны улицы Нововокзальной. По предварительной версии, напротив дома 321 по улице Новосадовой при развороте на проезжей части он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Харлей Дэвидсон под управлением 33-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям вступили в силу в понедельник, 18 октября. Документы, необходимые для запуска программы, утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление опубликовано на сайте правительства. Согласно нововведению, догазификация пройдет только в населенных пунктах с уже имеющейся там газораспределительной инфраструктурой. Услуга будет доступна заявителям, использующим газ для личных нужд. Программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях. В начале ноября россиян ждет укороченная рабочая неделя. Из-за Дня народного единства она продлится всего три дня, а выходные четыре. С понедельника 1 ноября все будут трудиться, а с четверга 4 ноября отдыхать. Из-за того, что праздник выпадает на четверг, предшествующая ему среда будет сокращенной. Рабочие места разрешаются покинуть на час раньше обычного. Самарская полиция опубликовала видео извинений мигранта, который обидел старика на рынке на улице Старозагора. Полиция нашла виновника конфликта. Им оказался 25-летний гражданин одной из среднеазиатских стран. Он бросил виноград в прохожего и попал ему в глаз. В отношении молодого человека составили протоколы за мелкое хулиганство и за нарушение миграционного законодательства. Промышленный районный суд признал его виновным. По обеим статьям рассказали в ГУМВД России по Самарской области. Я признаю свое вино 13 числа, что я кидал виноград пожилому человеку. Попали в глаз. Прошу прощения. Из-за снятия ограничений на международные полеты, туроператоры предсказывают скорый дефицит мест в отелях Египта. Эксперты видят проблему в турпотоке из европейских государств, который растет. На ноябрьские праздники отели «Хургад» и «Шарм-эль-Шейх» уже заполнены наполовину. Также путешественники активно бронируют путевки на Новый год, отметили туроператоры. Напомню, ранее федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что полеты на популярные курорты Египта возобновятся из городов, где восстановлены международные авиасообщения. И в связи с этим заявили о возможном снижении стоимости путевок в Египет на 15-20%. У самарцев появилась возможность больше узнать об Александре Зеленко, который занимал пост городского архитектора в Самаре в 1900 году. В музее Модерна открылась выставка, где представили личные вещи Зеленко. Максим Магомедов расскажет подробности. Он был новатором во всем, будь то архитектура, педагогика, искусство или музыка. В Самаре открылась выставка, посвященная жизни Александра Зеленко, который занимал пост главного архитектора города в конце 19-го – начале 20-го веков. Уникальные документы представили публики в музее Модерна, здании, спроектированном самим Зеленко, к 150-летию со дня рождения Александра Устиновича. По его проектам возвели 37 зданий, не только в России, но и в Грузии и США. Экспонаты для выставки музея предоставили родственники второй жены архитекторам. Конечно, мы были очень рады, что семья согласилась показать здесь у нас в музее вот этот архив, вот эту коллекцию, потому что для нас это, конечно, действительно вообще уникальные вещи, уникальные фотографии, потому что до недавнего времени мы видели только несколько фотографий Александра Зеленко, который есть в сети. Как раз в этом архиве огромное количество от младенчества и просто до старости. Эти материалы вниманию широкой публике представлены впервые. Помощь в проведении выставки оказало Самарское областное отделение Союза журналистов. Эта выставка, несмотря на то, что она носит архивный характер, она очень интересная, потому что она показывает очень интересного человека. Человека талантливого, человека веселого, жизнелюбивого и явно умеющего дарить людям то прекрасное, что в нем было. Очень важно знать это наследие, очень важно знать о таких людях в истории города. Жительница Самары Юлия – дипломированный дизайнер. Рассказывает, давно интересуется модерном. На эту тему писала и диплом, поэтому пришла на выставку с большим интересом. Делится, открыла Зеленко для себя с новой стороны и осталась под большим впечатлением. Такая фигура, как Зеленко, очень известна среди тех, кто изучает самарский модерн. Когда я увидела, что выставка, посвященная ему, будет проходить, это первая выставка, насколько я знаю, посвященная этому архитектору, я решила, что ее надо обязательно посетить. Он, оказывается, рисовал акварели, которые я тоже очень люблю, то есть он не только архитектурный художник. Зеленко проявлял интересы к музыке, коллекционировал инструменты разных народов, которые покупал во время своих многочисленных путешествий. Одно из которых «Кругосветное» заняло два года. Во время странствий по миру Александр Устинович оставался исследователем, вел записи, делал наброски зданий и национальных костюмов, фотографировал жителей. Максим Магомедов, Николай Епифанов, События. У каждого из них нелегкая судьба, но доброе сердце. В пятый раз самарские приюты и сообщества по спасению животных объединились на площадке в выставочном центре, чтобы жители города смогли познакомиться с питомцами и забрать тех, кто понравился домой. Сколько собак и кошек обрели семью, расскажем в сюжете. Ирина Козлова забирает домой с выставки маленькую черно-белую красавицу. Рассказывает, что после смерти предыдущей любимой кошки не могла подумать о другом питомце, но все же решилась вместе с сыном сходить на фестиваль, потому что без животного дома одиноко. Я говорю, давай сходим, посмотрим. Если будет именно конкретно черно-белая порода, окрас кошки, значит, мы ее возьмем. Если не будет, мы спокойно идем домой. А когда подошли к первой клетке, увидели ее, все, я уже больше не хочу с ней расставаться. Фестиваль животных «Друг человека» проходит в Самаре в пятый раз. За время предыдущих выставок дом обрели более 300 собак и кошек. Некоторые из них с нелегкой судьбой. Многое пережив, они надеются обрести дома хозяина, который не бросит и не обидит. Большинство питомцев абсолютно здоровы, но попадаются и такие, кто требует особого ухода. Сегодня у нас здесь Ирма, которая прошлой зимой пострадала от выстрела в лицо. Она полностью слепая, но смогла полностью адаптироваться к жизни. А второй пациент у нас здесь пират. Он сегодня приехал со своей инвалидной коляской. В него тоже стрелял человек, он потерял возможность пользоваться задними ногами. Но сегодня он здесь будет вместе со всеми кататься на своей коляске, и он совершенно ничем не отличается от других собак. В фестивале принимают участие около десятка самарских приютов, стационаров и объединений по спасению бездомных животных. Забрать питомца можно бесплатно. Все они обработаны и привиты. Благодаря партнерам выставки, каждому забравшему полагается к питомцу корм, лоток и наполнитель. Фестиваль проходит при поддержке мэрии, департамента городского хозяйства и экологии, а также администрации Октябрьского района. И собака – это счастье. Знаете, одно время бывает так, что тебе не очень хочется вставать с утра на улицу, но ты все равно это делаешь. Она тебя дисциплинирует, это очень хорошо для детей, потому что они с маленького возраста учатся ухаживать за другим живым существом. Ну и в принципе собака – это полноценный член семьи, который всегда искренний, который всегда настоящий. Вот он действительно любит тебя на самом деле. Именно собак удается пристроить сложнее всего. Городские жители охотнее забирают кошек. Но питомцы приютов все равно продолжают ждать. Иногда дрожат волнение и страха, как вот эта собака по кличке Лиса. Ее вместе с матерью, братьями и сестрами выбросили за городом. Из восьми щенков выжили только трое. Она очень добрая, она любит детей, она на пристройстве, где сейчас на передержке, она там с девочкой очень дружит. С собаками тоже очень она общительная. С сиротами остались и маленькие щенки-хаски. Их подкинули зоозащитникам. Малышей выходили, и они стали настоящими звездами выставки. Породистые, конечно, получше. Бабушки берут маленьких собак, мелкопородных. А вообще так все разные собаки пристраиваются, и даже дворняжки. В прошлый раз, когда была выставка, дали рекорд такой, что мы забрали с отлова восемь собак, и все восемь мы пристроили за два дня. Всех собак пристроили, все в хороших руках, и присылают фотоотчеты, видеоотчеты. Вообще мы очень рады. В этот раз за два фестивальных дня дом нашли 59 кошек, 16 собак, 2 кролика и даже морская свинка. Все, кто остался, продолжают ждать свою новую семью в приютах. Обратиться можно в зоосообщество. Волонтеры и администраторы помогут все организовать. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!